Всем привет! Обязательно буду всем рекомендовать посмотреть прямую трансляцию с президентом Владимиром Путиным. Она пройдет 7 июня, как всегда. Она, наверное, будет очень продолжительной, как и всегда. Я надеюсь, что люди, и в этот раз они зададут больше вопросов, не связанных ни с Крымом, не связанных ни с Сирией, ни с Америкой, ни с Украиной, а будут заданы большое количество вопросов с реальной обстановкой и жизнью обычных российских граждан. Потому что, например, меня беспокоит повышение стоимости цен на нефть и, соответственно, почему-то вызванным этим рост стоимости бензина. Также меня интересует, когда же наконец-то люди зададут вопросы, связанные с губернаторами и руководством каждого региона. То есть они должны провести прямую, вы, зрители мои, должны провести прямые между губернатором и президентом. Потому что эти люди напрямую подчиняются президенту России, они не творят что-то у него за спиной, а все это делается с его ведома, либо с его же разрешения. Вы должны понять, что эти люди назначаются не просто так. То есть все прекрасно понимают, что кто назначил Медведева на пост премьера, премьер-министра Путин. Соответственно, что будет дальше продолжаться? Также будет продолжать беспредел с его новой командой. Причем это все ничего не поменялось, это все также осталось на том же самом месте, никуда ничего не сдвинется. Единственное, вернется несколько людей непосредственно в правительство. Что и как они будут управлять этой страной вообще непонятно. Будет ли повышение пенсионного возраста. Я надеюсь, что будут реально адекватные заданные вопросы ему, какие-то будут приведены конкретные меры, а не пустословия, как всегда. Потому что большинство людей уже знают. И когда его смотрят, когда ему задаешь, например, вопрос, будешь ли ты баллотироваться еще на один срок, то, ой, я даже не знаю, но вы знаете, математики же, они вот такие вот люди, при чем тут это все? Думаю, ответь прямо на вопрос, который тебе задает, да, нет, все. Даже на закрытого типа вопроса, которые, можете даже погуглить, что значит закрытый тип вопроса, открытый тип вопроса. Он все равно умудряется как-то выскользнуть, вырулить из этого вопроса. Я надеюсь, что на этой конференции будут заданы вопросы, на которые он, точнее, будут вопросы заданы, которые не будут заблаговременно с ним согласованы. Люди, вы должны прекрасно понимать, что с этим человеком, например, думать, что это все происходит в прямом эфире. Возможно, это все происходит в прямом эфире, но все вопросы заблаговременно должны быть согласованы для того, чтобы его не поставить в какую-то невовкую ситуацию. Его обязательно зададут те вопросы, которых типа волнует нас как граждан Российской Федерации. Мне вообще совершенно наплевать, почему там Сирия, почему там Сармат, почему Армада, почему там еще какая-нибудь херня с этими ракетами, с военным бюджетом. Мне интересно знать, когда, наконец-то, мои родители будут достойны получать пенсию, когда улучшатся жилищные условия у моих друзей, которые живут в здании, которые не хотят признавать аварийным. Мне интересно, когда, наконец-то, у нас появятся дороги, когда, например, появятся в Омске или где-то в метро, вообще, как будет в дальнейшем развиваться инфраструктура. Мне больше всего этого интересно узнать, потому что это в первую очередь касается меня. Когда, наконец-то, прекратится повышение стоимости продуктов, безусловно, высоко и дорого. Но сейчас молоко, извините, молоко стоит 40 рублей за литр. Я понимаю, что у нас очень широко поставлено, на широкую ногу поставлено производство молока и молочных продуктов, и мясных продуктов, но ценник слишком завышен. Например, могу даже просто пример привести. У нас очень большое производство на территории России крупного рогатого скота, но при этом стоимость продуктов, и несмотря на то, что есть у нас на производство птицефабрик, почти в каждом регионе птицефабрик достаточно большое количество, но стоимость этих продуктов, птица, имеется в виду килограмм птицы, стоит 100 рублей за тушку. И то я не думаю, что человек будет со средним достатком, например, в Москве спит, там средний достаток, ну, будем считать, 70 тысяч рублей, да, или же в Казани будем считать, что средний достаток 30 тысяч рублей, то человек не будет покупать курицу за 100 рублей, он купит, там, чуть дороже, за 150 и так далее. Но мы живем вот сейчас в Таиланде, и здесь филе стоит около 80-85-90 рублей за килограмм. Филе, часть, филейная часть, без косточек, без ничего, 80-90 рублей. О чем это говорит? О том, что слишком зажрались те люди, которые вообще выставляют эти продукты. С одной стороны, они не то что зажрались, возможно, там есть свои нюансы, например, там, откаты, возможность производства всего прочего и так далее. Но вот эти вопросы надо задавать Путину. Будем надеяться и верить, что 7-го числа все это пройдет быстро, интересно, актуально, и не про Сирию с Украиной, и не что-нибудь там с военными, связанное, и с тем прочим. Ну, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующий видеоролик. Нажмите колокольчик. Если вам понравилось это видео, жми лайк. Если не понравилось видео и ты не поддерживаешь мое мнение, ты вообще на стороне зла, жми дизлайк. Также пиши в комментариях, будешь ли ты смотреть эту прямую трансляцию. Ну, у меня на этом все. Всем пока!